Всем привет! Катя Голышева на проводе. Даже как-то неудобно, лучше убрать. Так лучше. Прежде чем начать выпуск, хочу похвалить кое-кого. Этот кое-кто? Вы. Вы написали некоторые комментарии, от которых я аж держалась за животик. Пришлось даже вспомнить, что он у меня есть. Молодцы. Так держать. Пишите больше. Тем более, что после сегодняшнего выпуска там точно будет что сказать. Сегодня в выпуске. Даня Милохин признался, что может покинуть Дрим Тим. Муми Тролль записал фитца с Мишариками. Лариса Долина заявила, что ей не нравится Моргенштерн. Илон Маск подумывает стать самым популярным блогером. Валя Карнавал попрощалась с Медведем Потапом навсегда. Даня Милохин признался, что может покинуть Дрим Тим. Мне кажется, что отношения достигли какого-то логического конца. Просто сейчас я в доме исключительно ночую. Я слишком занят собственными делами. Иногда я не хочу туда ехать вовсе, потому что там необходимо общаться с людьми. Жизнь в доме превращается в рутину. Какой-то день сурка. Надо уметь читать между строк. Сейчас Екатерина Голышева вас научит. Таким заявлением Даня на самом деле говорит. Если вы все не перестанете ходить в моих кроссовках, я уйду из дома. А еще день сурка классный фильм. А может просто пытается выбить себе более выгодные условия у Ярика. В любом случае Даня не пропадет без Дрим Тим, как и Дрим Тим без него. Едем дальше. Лариса Долина заявила, что ей не нравится Моргенштерн и она никогда бы с ним не спела. Лариса, ставлю сотку, что Моргенштерн не сильно-то и хотел с вами петь. Потому что вы хорошо поете, а Моргенштерн делает отличный контент. Тут сидел Моргенштерн и говорил, что смыслы необязательны. Не знаю, как Элишер, а вот все остальные запросто переживут без этого чумового коллаба. А вообще, Лариса так часто стала высказываться о деятелях современной поп-культуры, что аж забывает о том, что артист это тот, кто делает музыку, а не тот, кто ее критикует. Лариса, мы с нетерпением ждем ваших новых треков. Ой, я хотела сказать песен. А то что-то с помощью зонта проблемы уже не решаются. Нам нужно новое решение. Следующая новость. Илон Маск, самый богатый человек на планете, сказал, что подумывает бросить работу и стать самым популярным блогером. Илон, так и быть, хоть мы обычно никого не берем, но для вас мы сделаем исключение. Я отдаю вам свою комнату, а Герман трек про Ириски. За Иром договоримся, хоть он не знает английского, но я знаю, что вы неплохо шарите по-русски. А я, так и быть, стану главой самой успешной корпорации в мире. Будет нелегко, придется переезжать в Лос-Анджелес, а у меня крысы. А так, Илон и я обеими руками за. Хоть кто-то составит конкуренцию в Ладу А4. Игорь Синяк поделился шокирующими фотографиями желчных камней. Обалдеть, когда у тебя даже в желчном пузыре шоколадные конфеты худеть надо точно. Фу. Едем дальше. Илью Милохина выгнали из продюсерского центра Виктора Дробыша за употребление наркотиков. Тут все просто, наркотики это полный отстой. Подсаживайтесь лучше на мои новости. Кстати, флешки с новым выпуском «Что там у тиктокеров» закопаны в главных парках Москвы. Муми Тролль записал фица с Мишариками. Сначала Карина Кросс, потом Даня Милохин, теперь Смешарики. С учетом того, что эта группа работает на все более детскую аудиторию, ждем видео Илья Логутенко пытается пронести в кинотеатр Кобякова. К следующей новости. Все книги Юли Гаврилиной раскупили. Это правда крутая книга. Ее написал близкий мне по духу человек, и я думаю, что она идеально подходит для того, чтобы я на ней погадала. Книга. Я хочу запустить еще одно новое шоу. Скажи, стоит ли мне это делать? Страничка 40, вторая строчка сверху. Ого, смотрите, что написано. Катя, молодец, что спросила. Что бы ты ни задумала, что бы ты ни захотела сделать, все делай, ты просто крошиха. Ого, как круто. Такой подробный ответ в такой классной книге. Честно, не ожидала. Прям ручкой написано. Круто. Вот и закончились лучшие новости о тиктокерах. Что-то произошло, что-то еще произойдет, что-то происходит прямо сейчас. И обо всем этом ты сможешь узнать на моем канале. Подписывайтесь, ставьте лайки и пишите комментарии. А я по-прежнему призываю вас думать своей головой и не верить всему, что говорят в интернете. Кстати, а я-то надоунаю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...